итак давайте начнем нашу очередную лекцию в прошлый раз мы с вами познакомились некой формальной структурой математического аппарата у нас была такая самая математизированная наверное лекции сейчас мы хотим продолжать нагружать этот математический аппарат физическим смыслом да и первое что мы хотим разобрать это так называемую теорию представлений я буду говоря представление стараться всегда иметь в виду некой конкретный способ реализации абстрактного гильбертово пространство разумеется мы знаем что любую геометрическую задачку можно решать на базе своего геометрического воображения и даже в квантовой теории такие вещи иногда возможны но в принципе такие регулярные способы решения подобных задачек обычно идут через метод координат это мы тоже знаем со времен средней школы разумеется гильбертовых пространствах тоже можно эффективно использовать метод координат и вот собственно когда мы хотим построить конкретное пространство математическое который будет для нас реализацией абстрактного гильбертово пространство нужного нам как пространство чистых состояний заданной квантовой системы мы по сути будем этим самым методом координат пользоваться как мы обычно поступаем у нас есть такое замечательное понятие как полный набор наблюдаемых то есть для системы со степенями свободы это набор с операторов которые попарно коммутируют и функционально независимы причем максимально широкий и как следствие как мы поняли для каждого набора собственных значений этих операторов существует только один с точки до выбора начального фазового множителя просто с точки до выбора постоянного фазового множителя их общий собственный вектор да то есть мы говорим что этому полному набору наблюдаемых отвечает построенный фактически единственным образом 100 мы вспомним но с точностью до переопределения начальных вас полный артонормированный базис из состояний который мы номеруем как раз этими самыми собственными значений наших операторов да и вот в этот самый базис конечно мы можем взять любой вектор нашего гильбертово пространство и разложить его по этому полному артонормированному базис результате у нас получится сумма по f1 и так далее fs коэффициентами разложения как мы уже понимаем будут как раз скалярные произведения базисных элементов на наш исследуемый вектор так что это разложение будет иметь вот этот вид и не трудно заметить что это соотношение устанавливает взаимно однозначное соответствие между векторами гильбертово пространство и набором координат разложения по заданному базис что такое набор координат разложения f1 и так далее fs это вещественные числа до скалярное произведение это комплексное число поэтому на самом деле это выражение определяет комплекс назначенную функцию пси вещественных переменных f1 и так далее fs пси у меня комплексное число f1 и так далее fs они все у нас принадлежат вещи на напишу так что это у меня rs вещественное пространство вещественных чисел с размерностью с да вот у нас получается таким образом мы имеем некую комплексную значную функцию вещественных переменных и мы будем ее называть волновой функцией состояния пси в f1 и так далее fs представление да так psy f1 и так далее fs это у меня я дальше буду тоже в целях экономии записей буду волновая функция всегда писать просто по первым буквам в f до соответственно сейчас определяю это сокращение это волновая функция данного состояния пси это нормированный на единицу как мы помним вектор гильбертово пространство волновая функция пси в f1 и так далее fs представление но термин знакомый и вы с ним уже сталкивались когда изучали введение в квантовую теорию и вы там явно сталкивались скажем с волновыми функциями в координатном представлении как я и буду называть возможным вам просто называли координатными волновыми функциями и наверное вы знаете что они других волновых функциях таких как импульсных но мы тем самым сейчас вели общее определение для всех возможных случаев и всех возможных квантовых систем и мы видим что мы всегда строим некое пространство которое будет как бы изображением нашего гильбертово пространство силу вот этого взаимно однозначного соответствия более того можно конечно же обнаружить что это соответствие будет правильно еще и передавать метрику то есть у нас понятно что скалярное произведение двух любых векторов например все один все два мы можем посчитать через волновые функции то есть у нас будет как сумма таким традиционным образом хорошо знакомая вам запись скалярного произведения через координаты только с поправкой на то что пространство у нас над полем комплексных чисел поэтому понятно у нас там будет все один соответственно сопряженная от f1 и так далее фс на пси 2 не сопряженная от f1 и так далее фс сумма по всем значениям f1 и так далее фс и вот тут самого начала мы должны четко чтобы мы понимали как конкретно устроены эти пространства различать два случая ведь спектр наших наблюдаемых может быть различным но я говорил что по-настоящему всегда спектр любых физически измеримых величин то есть наблюдаемых для локализованной в пространстве квантовой системы он всегда дискретен да у нас такое об этом представление есть и поэтому то что здесь пишу сумму по f1 и так далее фс это разумно потому что молчаливо предполагаю в этой записи что у меня действительно есть некий дискретный набор квантовых чисел и тогда действительности то что я назвал волновыми функциями есть тоже некий дискретный набор ну некая как бы последовательность за номерованная с индексами как бы вот такой у нас получается и поскольку базис счетный то я понимаю что эту последовательность я всегда могу изобразить какой-то матричной форме даже может быть в виде одного столбика раз он счетный этот базис ну или как не дальше заблагосудится но в любом случае это некая дискретная структура но в то же время мы говорили о том что мы часто рассматриваем и наблюдаемые с непрерывным спектром они появляются в описании довольно естественным образом но потому что мы рассматриваем всякие предельные переходы когда дискретно считается настолько плотной что мы переходим как бы пределу непрерывного спектра как я выражался но действительно если мы имеем ну некую теорию точечной квантовой частицы то есть мы предположили что такой объект существует горя говоря точечный мы фактически предположили что можно пренебречь ее размерами и считать что ее положение в пространстве однозначно описывается координатами некоторой точки тогда если я предположу что у меня существует прибор измеряющие эти самые координаты в пространстве то мы понимаем что этого прибора вроде как должен быть непрерывный спектр если мы считаем само пространство в котором все происходит непрерывно то считаем что там нет какой-то минимально возможного расстояния или как выражаются теоретические теоретики математики некой фундаментальной длины некого кванта пространство да мы можем встать на точку зрения что пространство тоже квантованное тогда будет немножко непривычная но вполне себе такая цельная картинка с непрерывным спектром и с дискретным прошу прощения спектром оператора координаты ну например в классической динамике мы привыкли считать координату непрерывно и наверное во многих квантовых задачах вполне себе разумное такое приближение перейти к пределу непрерывного спектра по координате очень часто так будем делать считая да что у нас существует точные частицы и пространство делима до бесконечности как только мы это сказали мы говорим спектр оператора координаты мы будем считать непрерывно итак у нас могут появиться два варианта спектр от их наблюдаемых у нас может быть дискретный да и соответственно это приведется к тому приведет к тому что волновые функции это грубо говоря какие-то матричные конструкции матрицы или даже может быть у нас столбцы но столбец это тоже разновидность матричной конструкции поэтому это так уточнение немножко тавтологичное но для облегчения восприятия так написал дискретный или непрерывный но тогда естественно волновые функции они тоже себе просто настоящие как бы функции которые могут быть непрерывными дифференцируемыми и так далее для них можно вводить обычные свойства то есть мы будем иметь дело уже с некоторым функциональным пространством вообще говоря ясно что в последнем случае например вот здесь суммирование предполагает но по сути интегрирование ясно что когда мы у меня f1 и fs пробегает непрерывный ряд значений то мне конечно же в этом случае надо будет функциональном пространстве записывать то же самое скалярное произведение понятно как интеграл по всем возможным значениям то есть мы можем работать как с настоящими дискретными суммами так и с интегралами и здесь мы сразу сталкиваемся с тем насколько удобно то что мы выбрали гильбертовы пространство гильбертовы пространство они сепарабельные и математики вам объяснят что из этого следует фактически такая замечательная штука что свойства интегралов которые определяются как пределы интегральных сумм и су и просто сумма не одинаковы то есть у вас нет радикального различия между сумма интегралов по тем как мы какие операции мы с ними можем производить у них очень многие свойства будут в этом подходе совершенно одинаковы благодаря тому что мы выбрали не просто бесконечно мерное пространство например функциональное а именно сепарабельное бесконечно мерное пространство и поэтому в квантовой теории довольно часто используется некое соглашение об обобщенном суммировании я его так назову и мы тоже будем его использовать мы будем считать что символ интегралы и суммы совершенно одинаковый я могу писать сумму дальнейшем я могу писать всегда сумму интеграл я буду писать но только в том случае если уж у меня уж очень будет явно что я работаю с интегралами я это буду непосредственно использовать тогда я буду писать интеграл а так в общем случае я буду стараться всегда писать суммы, и наше соглашение будет выглядеть так. Если индекс, по которому ведется суммирование, дискретный, то это несомненно сумма. А если индекс, по которому записанное суммирование ведется, в том числе и с использованием соглашения о сокращенном суммировании, когда по повторяющему индексу ведется суммирование, вот если этот индекс пробегает непрерывные значения, описывает непрерывный спектр, тогда мы будем считать это интегралом по всем возможным значениям, по всей этого индекса, то есть по всей области определения под интегральных функций в этом случае. Мы будем далее просто не видеть различия между интегралами и суммами. Это нам будет очень удобно в различных записях. Я дальше даже не буду это особенно подчеркивать. И еще одно следствие, о котором мы уже говорили, такого подхода будет заключаться в том, мы уже напоминаю я фактически вам, что волна с естественным образом тогда для наших в возникшем пространстве волновых функций, которые как реализации конкретного представления в дальнейшем нашего абстрактного гильбертового пространства, условия ортонормированности базиса будет иметь разный вид в зависимости от того, действительно у нас индекс является дискретным или непрерывным. То есть у нас ортонормированность базиса, это я уже писал, но здесь очень уместно об этом напомнить, она заключается в том, что у меня скалярное произведение, Пси, Ф1 и так далее, ФС, на Пси, Ф1 штрих и так далее, ФС штрих, для дискретного базиса, это дельта, Ф1 штрих и умножается на все прочие ФС, ФС штрих, все прочие символы Кронекера. Ну и понятно, что точно такое же скалярное произведение для непрерывного базиса будет записано через дельта функции Дирека, которые, как я говорил, исторические были для этого на самом деле Диреком придуманы, фактически. Да, в этом случае для непрерывного базиса запись будет иметь такой вид, и как раз они будут одинаково у нас работать, дельта функции и символы Кронекера будут одинаковым образом работать в суммах и интегралах. Да, у нас всегда, что символ Кронекера снимает суммирование по дискретному индексу, как мы говорим, то есть суммирование по этому индексу исчезает, и во всех выражениях под суммой штрихованные значения индекса заменяются на нештрихованные. И точно так же в выражениях с интегрированием дельта функция будет снимать интеграл по соответствующей переменной. Интеграл будет исчезать, и в подинтегральном выражении все штрихованные переменные будут заменяться на нештрихованные. То есть обычная операция, она будет совершенно одинаковой у нас. в этих двух случаях, и это тоже будет нам весьма удобно в этом отношении. Давайте будем разбираться с этим дальше аккуратно и посмотрим некоторые конкретные примеры, как мы можем выстраивать. На самом деле выстраивание конкретного представления производится для конкретной квантовой системы. Мы отталкиваемся либо от каких-то физических представлений об этой системе, либо от формальных свойств, которые мы задаем собственными руками. Чтобы не быть голословным, давайте я сразу буду смотреть примеры. Начну я с примера, который, наверное, был одним из первых разобран, более-менее детально, и тем не менее, вроде как, будучи полностью исследованным на самом заре развития квантовой теории, он приобрел в последнее время чрезвычайно большое значение. Действительно, то, что в ранних задачах квантовой теории называли по-простому двухуровневая система, сейчас обычно называют кубит. И он стал уже как объект, он стал объектом даже не столько квантовой механики, например, а стал объектом квантовой информатики, некого такого особого направления, связанного с информационными технологиями. Но мы будем пока по старинке работать с ним, как с объектом квантовой механики. Итак, пример один. У меня это кубит. И как объект квантовой механики я его определил следующим образом. Это у меня есть некая квантовая система, у которой существует, у которого полный набор наблюдаемых состоит, в принципе, из одной наблюдаемой, которая имеет всего два собственных значения. У меня вот есть некий оператор f для данного кубита, у которого есть два собственных значения, f1, f2. Будем считать, что они не равны друг другу. Давайте так это прямо подчеркну. Есть два неравных друг другу собственных значения, и, соответственно, им отвечают два собственных вектора. Соответственно, я обнаруживаю, что в этом случае, если я говорю, что, в принципе, измерение этой наблюдаемой дает полную информацию о состоянии этой нашей системы, то я сразу прихожу к выводу, что у нас пространство конечномерное, пространство состояний, оно будет выстроено, ну, как мы видим, каждому вектору состояния, будет отвечать всего два коэффициента разложения. И, разумеется, я данное пространство могу выбрать как просто пространство двухкомпонентных столбиков. То есть, если я любой вектор ψ записываю как c1f1 плюс c2f2, то я ему могу поставить соответствие просто вот такие двухкомпонентные столбики. Сейчас их обычно называют двухкомпонентными спинорами. Ну, эта терминология вам знакома, но мы до его физического смысла доберемся чуть позже. Естественно, когда вспомним про существование у квантовых частиц, не имеющие классического аналога наблюдаемой, то есть спина, и тогда этот термин приобретет совсем правильный смысл. Пока просто говорю, вот у меня есть такие двухкомпонентные спиноры, поскольку по условию у меня норма вектора должна равняться единице, того, который вектора, описывающий физически реализуемое состояние этого нашего кубита, я, конечно, понимаю, что отсюда следует ограничение на комплексные числа c1 и c2, а не вообще говоря комплексные, что сумма квадратов модуля этих комплексных чисел равна единице. И, в принципе, мы понимаем, что поскольку у меня есть всегда некий произвол в выборе начальной фазы базисного элемента, я могу договориться, что у меня, ну, скажем, c1 всегда будет вещественным и положительным. Да, я, например, так могу сделать, да, если я скажу, что у меня c1 больше нуля, ну, возьмем больше или равняется нуля, и будем считать его вещественным, то есть если 0, то это именно 0 обычный вещественный, да, и мы его обозначим как-то альфа, то я обнаружу, что, конечно, общее выражение для нашего такого спинорчика будет альфа на бета е в степени и фи, где фи – разность фаз наших комплексных чисел, и при этом я понимаю, что в бета у меня есть корень квадратный из единицы минус альфа в квадрате. Вот таким образом я могу, в принципе, записать любой вектор через вот такие вещественные числа, ну, фактически через два вещественных числа альфа и фи в этом случае. Я получаю полное описание пространства состояний через вот такие вот базисные спиноры. Наблюдаемые, как строить в этом пространстве. Понятно, что в этом случае наблюдаемые – это эрмитов оператор, который в этом пространстве будет представляться матрицей 2 на 2. Да, я понимаю, что у меня любой f – это будет f1,1, f1,2, f2,1, f2,2. То есть у нас, вообще говоря, матрица 2 на 2 в таком пространстве над полем комплексных чисел задается четырьмя комплексными числами, которые мы называем обычно матричными элементами данной матрицы в выбранном базисе в этом случае. Но условия эрмитовости, то, что f-крест равняется f, разумеется, убирает ровно половину переменных независимых, которые здесь могут быть, потому что у меня f1,1 и f2,2 оказываются вещественными. В этом случае, да, они есть вещественные числа. Ну а f2,1 оказывается в точности f1,2 комплексно сопряженной. Но в данном случае мы видим, что знакомая нам из линейной алгебры понятие эрмитово сопряжение матрицы полностью переносится на матрицы операторов, потому что матрица эрмитово сопряженного оператора есть эрмитово сопряженная матрица в любом базисе. Несомненно, это так будет. И мы будем иметь просто такую конструкцию. Опять-таки, она будет из четырех вещественных чисел. Описываться четырьмя вещественными числами. Вот здесь два. Ну и вот эту f1,2 мы можем записать, как там а плюс и b через два вещественных числа. Всегда можем записать через его вещественную мнимую часть. Также мы увидим, что довольно удобная штука – это ввести в пространстве матриц 2 на 2 какой-нибудь базис такой и разложить по нему, по этому базису, любую матрицу такого вида эрмитово. Удобно, чтобы базис состоял из эрмитовых тоже операторов. Тогда коэффициенты разложения эрмитово оператора по этому базису тоже будут просто вещественными. Такая будет очевидная штука. Ну и действительно, помимо вот такой естественной записи, довольно часто удобно разложить эту матрицу, записать через четыре вещественных числа, следующим образом, f0 на e2 плюс f на сигма. Вот так я написал крышечки, чтобы отметить, что это операторы в нашем пространстве, то есть матрицы 2 на 2. Здесь символом e2 естественным образом обозначена единичная вещественная матрица 2 на 2. Вот такая. А матрица сигма — это то, что называют матрицей Паули. Но не зря это пространство называют пространством двухкомпонентных спиноров. Именно его использовал Паули для построения теории нелетивистских частиц со спином в свое время. И поэтому здесь мы часто встречаем имя Паули, в том числе и в описании математических конструкций. Действительно, сигма — это три бесследовые линейно-независимые матрицы, выбранные Паули определенным образом, так чтобы потом нам окажется очень удобно использовать для описания динамики спина. Формально видно, что тут у меня стоит трехмерный вектор, то есть у сигма есть компоненты сигма-х, сигма-у, сигма-з и три вещественных числа, fx, y, z, компоненты вещественного вектора f. Но f0, естественно, как мы заметили, вещественная. При этом матрица сигма-х у нас антидиагональная и вещественная. Матрица сигма-у, она мнимая, она записывается таким образом, но как нетрудно заметить, то есть она эрмитово, тем не менее, эрмитово сопряжение, транспонирование переводит ее саму в себя. И сигма-з, единственная диагональная матрица из этих трех. Действительно, если бы были две диагональные матрицы, то мы бы быстро доказали, что все эти три матрицы такие не могут быть тем, что я сказал, то есть тремя бесследовыми линейно-независимыми матрицами. Так что у нас диагональный может быть не более одной матрицы в подобном наборе. Но вот это классическое определение, мы потом позже разберемся, почему так и что можно использовать вместо этого. Но пока мы видим, что можно ввести такие матрицы. Они, несомненно, линейно-независимы, они, несомненно, эрмитовые. И поэтому, несомненно, любую эрмитово, вообще любую матрицу можно разложить по этому базису, естественно. Но если мы раскладываем эрмитовую матрицу, то все коэффициенты разложения будут вещественные. Итак, я могу любую наблюдаемую записать через вот эти самые матрицы σx, σy, σz, то есть охарактеризовать набором из четырех чисел. При этом мы можем отметить такую замечательную вещь. Мы можем решить задачу на собственные вектора и собственные значения, например, и посмотреть, как выглядят собственные вектора и собственные значения. Но это уже такая, может быть, математическая работа, очень полезная. И я некий набор свойств такого описания кубита оформлю в качестве очередной дополнительной задачи. То есть ей будет предложение доказать некий набор свойств такого представления наблюдаемых в пространстве состояний кубита. И тогда мы, те, кто выполнит эту задачу, они более подробно познакомятся с математическим аппаратом. В принципе, все остальные тоже потом познакомятся, может быть, не так подробно, но мы обязательно этот аппарат будем разбирать, когда будем строить теорию спина. Мы от этого никак не вернемся. А пока я просто хотел обратить ваше внимание, что, в принципе, мы можем реализовать конечномерный аналог Гильбертова пространства, всего-то навсего двумерный, даже в виде пространства таких столбиков, двухкомпонентных, нормированных на единицу. Пока давайте я ограничусь этими свойствами данного примера, но хочу его чуть-чуть продолжить. И в качестве примера 2 рассмотреть систему из двух кубитов. Да, вот как нам построить пространство состояний для системы из двух таких квантовых, в которой 2 кубита будут двумя, что называется, элементами данной системы. Или каждый будет некой подсистемой нашей квантовой системы. Возникает довольно естественная идея, что в этом случае пространство состояний, это будет общий принцип, когда мы рассматривать будем впредь любую квантовую теорию, состоящую из нескольких подсистем, для каждой из которых мы можем построить Гильбертово пространство чистых состояний, то я буду заявлять следующее. Пространство состояний более широкой системы может быть построено как прямое произведение пространства состояний подсистем. То есть в этом случае у меня возникает такая идея. у меня H2 я запишу как H1 на H1 штрих. Сказав, что каждое из вот этих пространств это то самое пространство двухкомпонентных спиноров, которое мы только что изучили бегло, но только они разные. они одинаково устроены, но относятся к разным элементам. И мы строим их прямое произведение. Вспоминаем линейную алгебру, тоже не лишне вспомнить, что такое прямое произведение двух пространств. Это пространство, базисные элементы которого являются упорядоченными произведениями базисных элементов перемножаемых пространств. То есть у меня базисными элементами H1 является какие-то такие вот двухкомпонентные спинорщики C1, C2. И базисными элементами пространства H1, H'1 являются двухкомпонентные спинорщики C1, C2' в этом случае. И соответственно, я говорю, что базисный элемент нашего пространства Пси в этом случае есть упорядоченное произведение. То есть я их вот так записываю, мы договариваемся, что этот вот спинорчик описывает состояние первого кубита. В чем смысл упорядоченности? Посмотрев на это произведение, я сразу говорю, вот тот спинорчик, который написан первым, есть состояние первого кубита, а тот, который написан вторым, есть состояние второго кубита. в этом плане. Обратим внимание, что если у меня для кубита есть вот такая вот наблюдаемая F нашего, которая как раз определяла, мы сказали, что наш кубит был определен тем, что у него существует некая такая наблюдаемая, то, конечно, легко заметить, что самый естественный базис в этом случае, в нашем пространстве двухкомпонентных спиноров, будет создан в том случае, если мы в качестве первого базисного элемента удобно взять, например, вот такой вот спинорчик 1.0, выберем именно собственный спинор, собственный вектор оператора F. И точно так же в качестве второго удобного базисного элемента в пространстве спиноров 0.1 выберем F2. Тогда, как мы нетрудно заметить, у нас как раз вот эта запись C1, C2 будет иметь тот самый смысл, который я и придал. Вот этот спинор есть комбинация спиноров 1.0 и 0.1 с коэффициентами C1 и C2. Поэтому, например, если я пишу вот такое состояние, вот у меня единица на корень из 2 и на корень из 2, а здесь там одна вторая корень из 3 пополам. Ну и давайте я вот... Да, мы договорили, что у нас первый будет вещественным. Вот так у меня получается. Вот если я написал такую конструкцию, я сразу говорю, вот посмотрите, это состояние нашей системы из 2 кубит. И если я измеряю наблюдаемую F у первого кубита, то я говорю, ну, я могу получить либо F1, либо F2. F1 с вероятностью 1,2, F2 тоже с вероятностью 1,2. Да, потому что квадраты модулей коэффициентов разложения у меня это как раз те самые вероятности. А вот если я измеряю наблюдаемую F у второго кубита, то я могу получить F1 с вероятностью 1,4, как нетрудно заметить, и F2 с вероятностью 3,4. То есть здесь уже возникает отличие. И понятно, что в этом случае я когда пишу наблюдаемую F, я должен индексом указывать измерение этой величины у какого кубита данное наблюдаемое производит. То есть теперь я уже буду различать наблюдаемое с индексом F1,2. И у меня в конструкции нашего пространства будет записано, что наблюдаемое F1 всегда действует на первый спинорчик в этом произведении. А наблюдаемое F2 как оператор всегда действует на второй спинорчик. Но, разумеется, действие будет, если у меня оператор записан в виде своей матрицы в данном базисе, будет действие производиться по правилам матричного умножения. Я у наблюдаемой F ввожу коэффициент I, скажем так, который пробегает значения 1 и 2 и указывает, к какому из двух кубитов в нашей системе это измерение относится. Да, ведь измерение, напоминаю, это я создал некий измерительный прибор, который взаимодействует с кубитом в данном случае. Вот я говорю, что у меня наблюдаемый F1 описывает прибор, который взаимодействует с первым кубитом, а наблюдаемый F2 описывает такой же прибор, но который взаимодействует со вторым кубитом. И так их различаю. Обратите внимание, когда я это произношу, я молчаливо подразумеваю одну очень важную, хотя и совсем не очевидную вещь. Я подразумеваю, что конструируя прибор, я умею различать первый и второй кубит. То есть я могу сконствовать прибор, который знает, какой из этих двух кубитов первый и взаимодействует именно с ним. Или второй прибор, который знает, какой из этих кубитов второй и взаимодействует именно с ним. Это совсем не очевидная в микромире способность. Более того, почти весь следующий семестр мы посвятим работе, изучению работы системы, в котором такой возможности принципиально нет. И мы там будем говорить, что у некоторых квантовых объектов, некоторые квантовые объекты мы будем считать принципиально неразличимыми. То есть, прямо будем говорить, не существует такой измерительной прибора, такой измерительной процедуры, такого прибора, у которой знает, с кем он взаимодействует, с первой или второй из этих двух частиц, если они принципиально неразличимы. Например, два электрона мы будем считать принципиально неразличимыми объектами. Но важное отличие первого семестра и второго в курсе квантовой теории состоит в том, что в первом семестре мы будем в основном изучать методы работы с одночастичными нерелятивистскими квантовыми системами. То есть мы чаще всего будем говорить, что у нас есть одна квантовая частица, помещенная в какие-то внешние условия. Изредка мы будем рассматривать системы из двух или более частиц, но при этом сразу будем сводить эту задачу к одночастичной и будем подразумевать, что в этой конкретной системе это возможно. Но нерелятивистские, значит, мы будем изучать только те объекты, которые движутся скоростями много меньше скорости света. Ну, понятно, скорость не всегда будет удобной для измерения в микромире наблюдаемой. Я бы даже сказал, редко когда будет. Но тем не менее мы можем вводить оператор такой скорости и можем смотреть его среднее значение в заданных состояниях. Вот характерные величины средних значений дисперсии должны отвечать нерелятивистскому приближению. То, что они малы по сравнению со скоростями света. А когда мы дойдем до изучения эволюции, то мы еще себя ограничим на первый семестр, заявив, что мы пока будем изучать в основном стационарные квантовые системы. Я уже могу сказать, что это такое, поэтому я об этом и заговорил. Стационарные квантовые системы. Это будут квантовые системы, у которых оператор энергии, записанной как функция, скажем, операторов координат импульсов. Вспоминаем наш принцип аксиому соответствия. Это оператор, имеющий классический аналог, наблюдаемый, имеющий классический аналог. В этом случае энергия, записанная через импульсы и координаты. Так вот, мы будем говорить, что у стационарных систем слово «и время» произносить не надо. У них гамильтонианы являются функциями координат и импульсов, а явная зависимость от времени отсутствует. Это сразу приведет к значительному упрощению многих задачек, и мы этим будем пользоваться весь первый семестр. Во втором семестре курса он будет посвящен последовательному отказу от всех этих ограничений. То есть мы откажемся от нерелятивизма, посмотрим, что из этого выйдет. Откажемся от одночастичности, будем рассматривать многочастичные задачи. И вот тогда-то у нас станет вопрос, что делать с принципиально неразличимыми частицами. Тогда он перед нами станет в полный рост. И опять-таки мы займемся нестационарными квантовыми задачами, где операторы энергии, вы, наверное, знаете, что в квантовой теории их называют гамильтонианами, и вообще они имеют довольно особый статус, они будут уже явно зависеть от времени. Но это, подчеркиваю, в основном мы этим займемся во втором семестре. И здесь мы пока подразумеваем, что мы рассматриваем измерительные процедуры, способные различать, скажем, эти наши два кубита. Поэтому мне сразу становится понятно, как здесь построить пространство состояния и как мне определить оператора наблюдаемых. Я фактически должен их писать как линейные комбинации эрмитовых операторов, действующих там либо на первый, либо на второй спинорчик в этом произведении. И пространство состояния оператора наблюдаемых становится уже мне вполне знакомыми. Итак, давайте перейдем от этого примера к примеру 3. Пример 3 я позволю себе сделать таким немножко номинальным. Мне хочется, чтобы он был, но мне не хочется его долго разбирать, потому что мы в действительности ему должны будем посвятить совершенно отдельную лекцию и даже, думаю, отдельный семинар. Так как это система, которую я буду называть одной из любимых систем теоретической физики вообще. Возможно, вы догадались, что речь идет о линейном гармоническом осцилляторе. Вот у нас есть линейный гармонический осциллятор. И поскольку эта система крайне важная, то нам, разумеется, будет очень интересно построить ее анализ по-настоящему, то есть отталкиваясь от физического содержания, предположив некое физическое содержание модели и выстроив все наблюдаемые, которые там могут быть. Я сейчас поступлю по-другому. Я поступлю формально, я скажу. Вот линейный гармонический осциллятор – это такая замечательная система, у которой существует наблюдаемая энергия с оператором H, у которой собственные значения ENT могут быть записаны через фундаментальную константу постоянную планка и единственную константу, которая у меня будет характеризовать спектр осциллятора омега, естественно, имеющую размерность частоты, я ее так и буду называть частота осциллятора, на N плюс 1, 2, где квантовое число, то есть индекс N, пробегает значение 0,1,2,3, то есть 0 плюс натуральные числа. Разумеется, вот у меня такая будет картинка, и я скажу, этот спектр невырожденный, что спектр у него, оператора такой, и он невырожденный. Отсюда будет следовать, что каждому нашему ENT однозначно с точностью дофазового множителя, как мы говорили, соответствует вектор, которым просто можно прописать тот же самый номер N. 0,1,2,3 и так далее. Если он отнормирован на единицу, то он зафиксирован с точки дофазового множителя. И я сразу говорю, послушайте, ну раз это невырожденный спектр, то все эти собственные вектора, занумерованные номером N, они взаимно ортогональны, и мы их отнормировали на единицу, значит, они образуют полный ортонормированный базис в том пространстве, в Гильбертовом пространстве чистых состояний, которое нам нужно. Это и есть полный ортонормированный базис, а значит, любой вектор Пси из нужного нам Гильбертова пространства может быть записан в виде суммы по N, ЦН, ТН. И таким образом у нас это соотношение, N пробегает значение от нуля до бесконечности, ставит взаимнооднозначное соответствие между векторами Пси и произвольный вектор пространства. Я могу записать в виде Ц0, Ц1, Ц2 и так далее. То есть в виде последовательности комплексных чисел. А физически реализуемые состояния подчинены условию нормировки, которая при этом у меня, естественно, приобретает вид, что единица равняется сумму по N от нуля до бесконечности, ЦНТ по модулю в квадрате. Это пространство вы изучали в линейной алгебре и в математическом анализе. И вам его называли пространство L2. У него даже есть официальное обозначение у математиков. Пространство L2 — пространство квадратично суммируемых последовательностей комплексных чисел. То есть это такое пространство последовательности комплексных чисел Ц0, Ц1, Ц2 и так далее, у которых сумма квадратов модулей обязательно сходящийся ряд. Вот этот вот. И в этом пространстве, разумеется, роль базиса играют сами наши вот эти векторочки N. Следующий один, остальные нули. Следующий базисный элемент 0, 1, остальные нули. Ну и так далее. Понятно? У меня в центном векторе, в векторе N, единичка стоит на N месте в нашем столбике, а на всех остальных местах стоят нули. И очевидно, что любую нормированную на единицу последовательность можно записать в виде линейной комбинации таких элементов, где коэффициентами разложения будут как раз сами элементы последовательности Ц0, Ц1, Ц2. Да, вот у меня сразу возникает некий такой, некое понятное пространство состояния, оно уже бесконечно мерное, но счетность базиса при этом совершенно очевидна. Да, прям в силу его построения мы сразу понимаем, что это счетный, полный ортонормированный базис, и мы действительно имеем сепарабельное, ну можно аккуратно доказать все свойства, что пространство L2, оно там сепарабельное, полное, вклидово, линейное пространство над полем комплексных чисел. То есть, что оно действительно относится к Гильбертовому пространству. Последовательность. Да, то есть это, по сути, пространство набора комплексных чисел ЦНТ, таких, что N у нас пробегает значение 0, 1, 2 и так далее, а ЦНТ есть комплексное число. И при этом у меня сумма по N ЦНТ по модулю в квадрате меньше бесконечности. Это официальное определение пространства L2 в математике. И из этого определения легко доказать, что оно является Гильбертовым. То есть, что все эти свойства, которые мы требовали от Гильбертового пространства, здесь выполнены. Ну и мы видим, что это пространство у меня, по сути, замечательно подходит в качестве пространства чистых состояний для линейного гармонического осциллятора. Но, правда, сейчас мы пока готовы предъявить только одну, один оператор наблюдаемый. Это наш оператор энергии H, но выглядит он, естественно, очень незатейливо. В базисе своих собственных векторов его матрица, как всегда у любого оператора в базисе своих собственных векторов, будет диагональна, а на диагонали будут как раз стоять собственные значения. То есть у него будет на диагонали стоять H омега пополам, 3 H омега пополам и так далее, а все остальные недиагональные элементы, это будут всегда у нас нули. Ой, тут диагональные элементы нет. Ну тут уж я написал, то 5 омега пополам. И так далее они будут во все стороны продолжаться. А вот с операторами остальных наблюдаемых, которые, естественно, ввести для линейного гармонического осциллятора, например, те же самые операторы координат импульса, в этом представлении пространства чистых состояний линейного гармонического осциллятора надо разбираться. Потому что я сейчас пока физическую модель заложил только единственное свойство, свойство вот этой наблюдаемой энергии. Но, как видно, этого, в принципе, хватает для построения пространства чистых состояний, но не хватит для полномасштабного изучения физики. Некоторые задачки решать можно, но надо развивать теорию. А поскольку система важная, как я сказал, то мы ей посвятим потом довольно много еще времени. И на этом я пока этот пример закончу, потому что сейчас мне хотелось просто обратить ваше внимание на пространство L-2, которое здесь у нас естественным образом появилось как пространство чистых состояний. А это довольно частый пример пространства, которое является конкретным представлением Гильбертова пространства. На самом деле точно такое же. Мы сразу должны сообразить, что в принципе эти рассуждения, это пространство у меня подойдет для любой системы, которая полный набор наблюдаемых, опять же, может состоять из одной наблюдаемой, которая имеет дискретный спектр. Как только вот это мы произносим, мы сразу говорим, ой, и для таких систем мы тоже можем в качестве пространства чистых состояний использовать L-2 естественным образом. Но все примеры, которые я пока разбирал, относились к наблюдаемым с дискретным спектром, а мы же хотели посмотреть и непрерывный спектр тоже. И поэтому следующий очень важный пример. Пример 4. Я поступлю прямолинейно, я скажу. Итак, у меня есть точечная частица. Совершающие одномерное движение. Как нетрудно заметить, я по сути впервые решил играть по правилам. Все предыдущие примеры носили, я бы сказал, скорее формальный характер. Я демонстрировал, как это можно сделать. А тут я впервые прямо стартовал от физической модели. Я сказал, у меня есть четкая физическая модель. Я предполагаю, что пространство бесконечно делимое, и в нем существуют точечные частицы. И хочу построить квантовую теорию такой системы, одномерной, совершающей одномерное движение. В этом случае я говорю, ах, ну раз так, то я уже из физики. Не из-за того, что мне захотелось это постулировать. Я говорю, послушайте, ну раз она точная частица, значит, по смыслу этого понятия, совершающего одномерное движение, измерение координаты х должно однозначно фиксировать ее состояние. Иначе какая она точная, если точное измерение координаты не дает информации о состоянии данной частицы. И так у меня полный набор наблюдаемых может состоять из одной наблюдаемой х. И при этом я понимаю, что когда я решаю для этой х спектральную задачу, то если у меня частица совершает одномерное движение по всей Вселенной, х меняется от минус до плюс бесконечности, я говорю, что в этом случае спектр в моей физической модели оказывается непрерывным. И это вообще любое вещественное число. То есть у меня должна быть наблюдаемая, собственными значениями которых может являться любое вещественное число. Но тогда, согласно нашей общей формуле, я говорю, если у меня Пси, произвольный вектор абстрактного Гильбертова пространства, тут я вспоминаю, раз я теперь танцую от физики, я вспоминаю честно общее определение волновой функции. Я говорю, значит, раз это у меня полный набор наблюдаемых, значит, вот этот вот набор векторов образует полный ортонормированный базис, правда, непрерывный полный ортонормированный базис. Я могу записать любой вектор Пси в виде разложения. Я напоминаю пока еще, я напомню о своем соглашении, скажу, в данном случае, конечно же, я понимаю под этим, что интеграл от минус до плюс бесконечности Пси от х на х, где Пси от х — это и есть вот эта самая конструкция, имеющая комплексные значения для каждого значения координаты х. То есть это и будет волновая функция состояния Пси в координатном представлении. Я рассматриваю такие функции. При этом условие нормировки для произвольного вектора состояния, что это равняется, норма равняется единице, я понимаю, что это у меня получается интеграл от минус до плюс бесконечности по Дх, Пси сопряженный от х на Пси от х. Ну, я понимаю, что Пси сопряженный на Пси — это то же самое, что квадрат модуля Пси — комплексную значную функцию. Это ровно то же самое, что интеграл от минус до плюс бесконечности Дх Пси от х по модулю в квадрате. И здесь вы должны узнать это пространство, потому что то пространство, которое мы сейчас получили, вы тоже изучали в курсе математического анализа. В третьем семестре, как только у вас появились элементы функционального анализа, первое же функциональное пространство, с которым вы начали работать, это, скорее всего, оно и было. Пространство, которое называют L2 или пространство квадратично интегрируемых комплексно-значных функций вещественной переменной. Ну, то есть это пространство таких функций Пси от х, у которых область определения — вещественная ось, множество значений — комплексная плоскость, и при этом интеграл от Пси по модулю в квадрате по всем значениям Х всегда сходится. Это и есть пространство квадратично интегрируемых функций L2 и оно тоже очень часто используется. Точнее, оно используется для любых вот таких систем, где мы изучаем точечные частицы, совершающие одномерные движения в качестве естественного пространства состояния, чистых состояний в координатном представлении, как мы обычно в этом случае говорим. Особенности того, что спектр непрерывный, у нас сразу вылезают. Мы говорим, да, у нас в этом случае, конечно же, получается, что у меня собственные функции самой, самого оператора Х, те из которых я построил свой полный артонормированный базис, они не являются физически реализуемыми. Потому что я понимаю, если я возьму состояние с определенной координатой Х-штрих и запишу его волновую функцию в Х-представлении, это окажется, несомненно, дельта функции от Х-х-штрих. Естественно, она хорошо интегрируется сама, но интеграл от ее квадрата, вообще говоря, надо доопределять, надо понять, что с ним делать. Естественным образом он сам по себе не определится. Вот по этой формуле. Допустим, я взял само состояние Х-штрих и хочу написать волновую функцию этого состояния как функцию Х. По нашему определению я должен взять скалярное произведение Х на Х-штрих. А как мы помним, фактически это скалярное произведение двух функций нашего базиса. Для непрерывных базисов, как я сказал, мы должны определять его через дельта функцию. Дельта от Х-х-штрих. Это не нормальная функция, это обобщенная функция Дирека. Она не является непрерывной или несингулярной, она явно сингулярная и разрывная, но можно построить ее как предел непрерывных, несингулярных функций, но этот предел будет сам по себе сингулярен и разрывен. И уж точно интеграл Х-штрих минус Х-штрих. Так честно пишу. Но неважно, он у нас симметрично по определению, можно и так, и так писать, как больше понравилось. Но в любом случае мы понимаем, что квадрат этой функции не является нормальной интегрируемой функцией. Вот совершенно точным. С этим надо отдельно разбираться. Поэтому действительно мы приходим к выводу, что хотя я формально могу работать в координатном представлении, считать оператор координаты полным набором наблюдаемой, естественным полным набором наблюдаемой для таких систем, я должен обратить внимание, само состояние с определенным значением координата точной частицы физически нереализуемо. Мы уже видим это из самой конструкции нашего базиса, из самой конструкции определения этих самых координатных волновых функций. Но это вполне естественно, потому что, когда мы говорим о физической модели, конечно же, мы кроме координата должны определять и другие наблюдаемые. И в первую очередь, как мы помним из аксиома соответствия, нам понадобится оператор импульса. Получается, что я могу естественным образом перенести в пространство координатных волновых функций оператор координаты сам. Понятно, как. Если у меня оператор координаты, действуя на любой вектор Гильбертова пространства, в качестве своего образа выдает некий вектор пси с волной, и я хочу посмотреть, как выглядит координатная волновая функция состояния пси с волной, то я, конечно же, говорю, у меня пси с волной от х и есть скалярное произведение х на пси с волной по определению. Я прямо вот так тут пишу 3. С другой стороны, я, конечно же, понимаю, что в соответствии с вот этой формулой пси с волной я могу записать как оператор х, действующий на пси. Но поскольку оператор х является эрмитным оператором, я легко могу над ним нарисовать такую стрелочку, от этого ничего не поменяется. То есть подействовать им могу налево. А налево он действует на свой собственный вектор. По естественному правилу он выдает тот же самый вектор, умноженный на собственное значение х, которое вещественно. Поэтому я обнаруживаю, что у меня получилось так. Или, вспоминая опять определение, я обнаруживаю, что пси с волной от х есть х, умноженная на пси от х. И так я как бы естественным образом перенес оператор координаты в функциональное пространство, являющееся представлением, координатным представлением нашего Гильбертова пространства чистых состояний. То есть я могу теперь писать, что оператор х действует на пси от х, на координатную волновую функцию произвольного состояния, как оператор умножения на аргумент функции для любой координатной функции. Более того, посмотрев на выкладку, я скажу, ну постойте, так можно сделать для любого оператора, в чьем представлении мы работаем. Каждый оператор, если мы работаем в базисе, если мы взяли в качестве координат вектора в Гильбертовом пространстве, координаты в базисе из его собственных векторов, это оператор умножения на аргумент в пространстве своих волновых функций. То есть я сразу прихожу, что вот это естественный вид оператора координаты, а откуда мне потом взять другие наблюдаемые? Я говорю, чтобы уметь написать оператор любой наблюдаемый, я должен уметь еще строить оператор импульса. Потому что потом для всех наблюдаемых, имеющих классический аналог, я воспользуюсь аксиомой 3, аксиомой соответствия. Откуда я могу взять соответствующий оператор импульса Px? Естественно, из той же аксиомы, потому что там мне сказано, что оператор Px и X должны удовлетворять каноническому коммутационному соотношению. Значит, чтобы определить оператор Px в этом нашем функциональном пространстве L2, составленном из координатных волновых функций, я должен вспомнить, что у меня… Давайте я вот так напишу сразу. xPx минус Px, действовать должен на произвольную функцию Пси от x, как оператор кратно единичному. Мы должны получать и h, умноженный на ту же самую функцию Пси от x. Ну и поскольку действие оператора X мне известно, в частности здесь, где он у меня стоит крайним справа, он подействует на Пси от x просто как умножение на свой аргумент. Ну а вот тут сложнее, тут у меня оператором Px надо действовать. В общем, мы понимаем, что перед нами как раз операторное уравнение на оператор Px. Я вам говорил, что тут могут быть проблемы, если мы начнем придумывать всякие нелинейные реализации, но с линейными реализациями все достаточно просто. Вы ее решение, наверное, знаете, а мы можем просто при желании проверить, что если я определю оператор Px как оператор, связанный с оператором дифференцирования по координате x в пространстве координатных волновых функций, то, разумеется, это соотношение у меня будет тождественно выполняться. Ну понятно, почему. Здесь я буду дифференцировать, во второй части я буду дифференцировать Px, ну функцию x, умноженную на все от x. Естественно, она распадется на результат дифференцирования Px, который даст саму функцию Px от x, и результат x, умноженное на производную. А первое слагаемое как раз и есть x, умноженное на производную, и поэтому их разность выдаст только саму функцию P, то есть только то, что осталось дифференцирование x по d по dx, то есть это единица. Ну и поскольку здесь знак минус, и здесь минус h, мы получим ровно этот результат. То есть прямой проверкой мы убеждаемся, что этот оператор подходит. Он удовлетворяет этому каноническому коммуникационному соотношению, и единственный нерешенный нами вопрос, не существует ли других способов задать оператор Px. Но я уже предупредил вас, что в эту сторону я не пойду. Там много чего интересного можно нарыть, но при решении реальных практически ценных задач это все не используется на сегодняшний день. Поэтому мы в эту сторону ходить не будем. И мы будем говорить, вот у меня есть оператор импульса в координатном представлении. А теперь любой другой оператор, имеющий классический аналог, мы запишем как функцию от операторов умножения на аргумент, оператор дифференцирования умноженного на минус h, и вообще говоря, времени. Это будет теперь произвольное наблюдаемое. Я ее всегда могу построить. Но что интересно, а является ли вот это естественное координатное представление в теории точной частицы единственно возможным? Ну, конечно, нет. Раз мы ввели оператор импульса, то мы можем в том числе и определить, разумеется, базис состояний с определенным импульсом. То есть я могу сказать, что у меня в принципе для физической теории есть и другой вариант. Той же самой физической теории, ибо если у меня существует оператор Px, то я могу взять базис из его собственных векторов. И, соответственно, тогда я вполне могу для любого вектора Апси нашего гильбертового пространства записать совершенно то же самое, то есть сумму по P скалярные произведения в качестве коэффициента на P. Да, и я вижу, что теперь у меня есть взаимно однозначное соответствие между векторами гильбертового пространства и волновыми функциями, которые теперь уже нам, естественно, назвать волновыми функциями в импульсном представлении. Логично. Псис волной от P, да? Где псис волной от P это такая же P от Пси. И на самом деле я понимаю, что здесь я столкнусь с неким аналогом того, что построил перед этим. Но в самом деле, если я воспользуюсь координатным представлением, которое мной уже подстроено, и решу вот эту спектральную задачу в координатном представлении, я понимаю, что в координатном представлении мы что получаем? Мы получаем, что минус H D Пси П под Х равняется П на Пси П, где Пси П от Х это волновая функция состояния П в координатном представлении. Но это очень простое дифференциальное уравнение для функции одного переменного Х. Но тут даже мне не обязательно писать частную производную, я ее так для общности сохранил, а здесь у меня в действительности обыкновенное дифференциальное уравнение для частицы, совершающей одномерное движение, и понятно, что ее решением являются экспоненты. И я понимаю, что нашу Пси П от Х надо писать как Е в степени и Каш в ПХ на самом деле. С какой-то нормировочной константой С. И несомненно, если я попробую подчинить эту волновую функцию условию нормировки на единицу, я сразу обнаружу, что ничего из этого не выйдет. Потому что интеграл от минус до плюс бесконечности по Х от квадрата модуля этой штуки это интеграл от С по модулю в квадрате, который есть констант. По нашему предположению, явно не нулевая, а положительная, более того. Просто если она 0, то функция тождественно равна 0, как-то нам точно не нормируется на единицу тоже. Я обнаруживаю, что здесь нормированных на единицу собственных функций не существует. И значит, единственный способ отнормировать, это это нормировать на дельта функцию. А отнормировать на дельта функцию мы, конечно, можем. То есть мы можем подчинить это. Если вот такому условию ПСПСП' равняется дельта ПП', мы подчинить эту функцию не можем в принципе, потому что таких С не существует. Мы получаем уравнение типа С умножить на бесконечность равняется единице. С по модулю в квадрате умножить на бесконечность, точнее, равняется единице. Естественно, мы не найдем такого решения. А вот такому условию нормировки мы подчинить ее можем, и понятно, что это будет функция ПСП от х единица на корень из 2 пи-аш е в степени и к-аш пи-кс. Ну, вспоминая интегральное представление дельта функции, вы легко и без меня, наверное, сможете проверить, что вот эти функции подчиняются этому условию нормировки. Это условия нормировки для непрерывного спектра. Мы приходим к выводу, что у нас так все выходит, что в пространстве состояния точечных частиц, раз уж мы предположили, что пространство делимо до бесконечности и существуют точные частицы, мы говорим, что состояния с определенным импульсом у них тоже нереализованы физически, физически нереализуемы. Так уж получается. Хотя соответствующий базис я могу использовать для разложения, могу работать в пространстве импульсного представления. в этом случае у меня получается какая-то Пси с волной от П. В этом случае. И я даже могу на самом деле связать их между собой. Я понимаю, что если у меня есть взаимно однозначное соответствие векторов состояний с волновыми функциями Пси от Х, и есть взаимно однозначное соответствие с волновыми функциями Пси с волной от П, значит, я могу установить соответствие между самими волновыми функциями координатного импульсного представления. Сделать это довольно несложно. Да. Давайте напишу. Я могу написать, что у меня Пси от Х, естественно, как мы заметили, есть Х на Пси по определению. С другой стороны, я могу сделать что? Поскольку у меня есть базис из состояний с определенным значением импульса, я могу, считая, конечно же, что здесь этот базис является замкнутым, тем не менее, несмотря на то, что он такой вот у меня не… Смотрите, внимание, очень внимательно обратите на это. Прошу прощения, получилась тавтология. Обратите внимание, этот базис не счетный, поскольку индекс П пробегает, вообще говоря, в вещественную ось, как мы понимаем, так же, как и индекс Х, то есть это не счетные базисы, и сами вектора этого базиса, как мы заметили, которые не относятся к нормируемым квадратично интегрируемым волновым функциям, то есть они не принадлежат пространству L2. Но любую функцию из пространства L2 можно разложить по этой системе функций. Для нее можно доказать, математики вам докажут условия замкнутости, то есть то, что единичный оператор я могу разложить в сумму проекторов, как мы раньше писали. То есть я вот сюда, между вектором Х и вектором Пси, могу вставить единичный оператор в форме суммы по всем П проекторов на состояние П. Вот это у меня на самом деле не что иное, как разложение, спектральное разложение единичного оператора по собственным векторам оператора П. И в этом случае мы, конечно же, смотрите, что заметим, что после вынесения суммы по П сюда, я обнаруживаю, что здесь произведение Х на П, а это не что иное, как волновая функция состояния П в координатном представлении, которое мы совсем недавно построили. А вот здесь у меня П на Пси, это и есть Пси с волной от П. Вот и есть связь между Пси от Х и Пси с волной от П. А здесь стоит конкретная функция. У меня, соответственно, оказалась единица на корень из 2Пх на экспоненту. Ну и чтобы было уж совсем удобнее это воспринимать, я вспомню, что здесь у меня суммирование по непрерывному индексу можно явно записать в виде интегрирования. И тогда мы, конечно же, обнаруживаем, что связь Пси от Х и Пси с волной от П хорошо знакомое нам интегральное преобразование. От минус до плюс бесконечности по ДП Е в степени и Каш Пх на Пси с волной от П. Это преобразование Фурье. То, что здесь помимо привычного корня из 2П появилось еще корень из H, но это просто связано с размерностью. Из-за того, что здесь не безразмерное переменное интегрирование, и размерность П отличается от размерности Х. Вот у меня как раз Пх – это поделенное на H, это величина безразмерная. Она стоит, как мы помним, размерность произведения П на Х – это как раз размерность постоянной планки. Так что вот мы обнаруживаем преобразование Фурье, и, разумеется, после этого мы даже уже без дополнительных доказательств можем записать обратное преобразование. Интеграл от минус до плюс бесконечности ДХ Е в степени минус ИКаш Пх на Пси от Х. Да, вот мы строим прямое и обратное преобразование Фурье, которое и осуществляет переход между волновыми функциями подобной нашей точечной частицы, совершающей одномерное движение в координатном импульсном представлении. Разумеется, такие преобразования, они всегда существуют. Более того, если вы вспомните то, что вы изучали, элементы функционального анализа, ну и даже просто линейную алгебру, что за преобразование – переход от одного байса к другому в клидовых пространствах. Очевидно, это всегда унитарное преобразование некое. Как раз, да? То есть в действительности мы видим, что эти формулы реализуют некое унитарное преобразование базисных элементов. В нашем пространстве Л большое-2. Ну а когда вы изучали в математике теорию преобразования Фурье и вам доказывали всякие там лемы, портивали и так далее, вы могли обратить внимание, что при этом в математике обычно стараются это преобразование Фурье определить на классе функций, принадлежащих какому-нибудь там функциональному пространству. Чаще всего пространство Л большое-2 как раз. Да, вы знаете, что для любой функции с пространством Л большое-2 у вас такое преобразование замечательно существует. Этот интеграл является хорошим. Он хорошо определенным. И вы построите действительно для каждой функции там импульсного представления, нормальный, описывающий физически реализуемое состояние, вы всегда построите волновую функцию координатного представления, описывающий тоже физически реализуемое состояние. Ибо преобразование Фурьеда одну норму функции, естественно, не меняет, на то оно и унитарное. Если здесь у вас была норма единицы, то здесь тоже обязательно будет норма единицы. Но, впрочем, это вы при желании и сами легко докажете, надеюсь. Вот в рамках тех же выкладок, которые я здесь производил, на том же уровне, что называется, математической строгости, это доказывается довольно легко, если не лезть в какие-то совсем уж математические тонкости. Да, и так мы получили такой замечательный аппарат, который позволяет изучать наше пространство состояний одномерной частицы. И мы можем записать любой определенный оператор. Например, для того же линейного гармонитного, осциллятора, который тоже можно интерпретировать как точечную частицу, совершающую одномерное движение. Мы прекрасно знаем пример задачки, которая является линейным гармоническим осциллятором, это грузик на пружинке. И его энергия, если я возьму функцию Гамильтона, в гамильтоновой динамике линейного гармонического осциллятора, как функция координат, давайте буду x, p и t писать, то, конечно же, это будет не что иное, как p в квадрате на 2m плюс kx в квадрате пополам. Ну или же, понятно, мы можем второе слагаемое... Нет, давайте все-таки px буду писать, извините. Так, наверное, будет естественней. Плюс kx в квадрате... Ой! Плюс m омега в квадрате и x в квадрате пополам с учетом того, что является частотой гармонических колебаний для такого осциллятора. Это классическая функция. И вот мы впервые можем так для себя оценить, что такое метод канонического квантования. То есть вот я записал классическую функцию Гамильтона, сосредотачиваюсь и говорю, вот мне эту систему надо проквантовать. У меня есть классическая теория линейного гармонического осциллятора, мне нужно получить ее квантовый аналог. Я сосредотачиваюсь и что делаю? Да, вот тут я уже даже не дотерпел, сразу написал. Расставляю крышечки над px, кладу мел и гордо говорю, все, проквантовал. То есть, собственно, это магическая процедура в такой случае будет сводиться к простановке крышечек над x и p. И у меня есть квантовая теория, но теперь-то я говорю, я могу этот оператор рассматривать как оператор в пространстве координатных волновых функций. Пси от x. И она там будет, у меня этот оператор Гамильтона h, но здесь пока нет. Вот оператор Гамильтона, оператор энергии линейного гармонического осциллятора, в пространстве координатных волновых функций, разумеется, оказывается оператором минус h в квадрате на 2m d2 под x в квадрате плюс m омега в квадрате и x в квадрате пополам. Да, видите, x решилась крышечке, потому что в координатном представлении действие оператора x сводится к умножению на аргумент функции, на которой он действует. А px превратилась в оператор минус h d под x. В оператор дифференцирования я получаю вот такой, вполне себе такой хороший оператор, с которым дальше можно работать. И я могу теперь уже решать эту задачку, скажем, увидев, что у меня спектральная задача для этого оператора, hps равняется f, превратится в обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка с не очень сложными вроде бы коэффициентами. Оно так выглядит несложно, но с одной стороны мы знаем, что за 19 век математики научились решать любые обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка, и, разумеется, это тоже. С другой стороны, даже при всей своей внешней предстоте соответствующие собственные функции будут присоединенными функциями Эрмита, так называемыми. То есть вы их уже тоже знаете из ММФ и знаете, что это, соответственно, экспоненты Е в степени минус там m омега х квадрате на 2h, умноженные на полиномы Эрмита Hn от обезразмеренной переменной координаты в действительности. То есть собственные функции такого оператора можно построить, и они будут выражаться через известные по курсу ММФ функции. Так что вроде бы задачка и решена, и в то же время не скажешь, что она такая уж прям элементарная. Но тем не менее мы с этими функциями обязательно познакомимся чуть более подробнее, как раз той лекцией, которая будет персонально посвящена линейному гармоническому осциллятору, и я ее уже возник второй раз анонсирую в этом случае. Но обратите внимание, я могу строить самые разнообразные операторы из х и п х и получать самые разные уравнения на собственные значения и собственные функции тех же самых разных наблюдаемых. И, разумеется, у меня помимо операторов дифференциальных могут быть операторы более сложные. Могут операторы, скажем, какие-то интегральные. Это будет, наверное, что-то относиться к какой-то нелокальной переменам, нелокальной наблюдаемой. Там точно может возникнуть какой-то интеграл по координате. Если у меня есть, например, поле, которое чувствительно не только к координате частицы, оно чувствует присутствие частицы в некоторой области конечного размера, ненулевого размера. На потенциальной энергии вы будете писать как интеграл по этой области, в которой поле чувствует присутствие частицы, а не функцию от точки, от координаты точки. И у меня просто соответствующий оператор станет интегральным. Разумеется, математически все усложнится, но сама схема описания от этого совсем ни капельки не поменяется. И мы все равно можем со всем этим замечательно работать. Ну, напомним, вспомним еще одну замечательную вещь по поводу этих наших волновых функций координатного импульсного представления. Из канонического коммутационного соотношения, которое мы уже сегодня вспоминали, следует, как мы знаем из материалов, из того, что мы изучали раньше, соотношение неопределенностей координата импульс. Мы говорим, что для любого состояния Пси у нас произведение дисперсии координаты на дисперсии импульса в этом же состоянии больше или равняется, чем h квадрат на 4. Ну и, разумеется, это и есть важная деталь для того, чтобы нам понять, почему состояния с определенными значениями координат импульса оказались физически нереализуемыми. Потому что ясно, что любое состояние, как мы говорим, состояние х, дисперсия координаты в собственном состоянии аберратора координаты, естественно, в этом случае должна равняться нулю. Ну, точно так же, как дисперсия импульса в состоянии с определенным значением импульса Пси тоже должна равняться нулю. И, как видно, в любом случае это соотношение говорит нам, что дисперсия парной наблюдаемой, не коммутирующей с ней одновременно неизмеримой, при этом должна обратиться в бесконечность. И мы как раз тут же догадываемся, что это нельзя реализовать как состояние локализованной частицы. Если дисперсия координаты бесконечна, значит, как я и говорил в прошлый раз, частица равномерно размазана по всей физической Вселенной. И тогда вероятность того, что она провзаимодействует с нашим измерительным прибором, то есть если мы захотим изучать это состояние посредствами измерений, она будет по порядку величины, и порядка отношения объема прибора к объему физической Вселенной. Что, наверное, очень и очень мало. Мы даже не подозреваем, насколько мало на сегодняшний день. Итак, мы сразу приходим к пониманию того, как происходит классификация всех состояний. Давайте я повторюсь, чтобы мы больше не путались. По-настоящему у нас все полные наборы наблюдаемых состоят из величин, имеющих дискретный спектр. И по-настоящему у нас нет интегралов, у нас всегда суммирование. Но в очень многих задачах нам удобно перейти к пределу непрерывного спектра, как я сказал. То есть, когда мы считаем спектр дискретным, но настолько плотным, что мы перестаем различать отдельные уровни в этом спектре, что называется, и рассматриваем его как некая предельная реализация, непрерывный спектр. С таким случаем мы тоже можем работать и достаточно продуктивно. Более того, те задачки, которые вы до сих пор решали по квантовой теории, в той же, например, атомной физике, я думаю, что в большинстве случаев вы работали именно в координатном представлении с координатными волновыми функциями. Но если только это был негармонический осциллятор. Потому что про осциллятор я лично буду вас упорно убеждать, что когда вы решаете задачи про гармонические осцилляторы, не нужно пользоваться там координатным или импульсным представлением, кроме случаев, когда заданный вам вопрос предполагает их использовать. Скажем, если вас спрашивают, с какой вероятностью осциллятор в этом состоянии можно найти в интервале значений координат от x1 до x2, тут вы никуда не денетесь, вы должны построить координатную волновую функцию и проинтегрировать ее. Важный момент, о котором я, может быть, чуть-чуть забыл упомянуть, и сейчас как раз мне пришла в голову эта мысль, я вспомнил, что я вам об этом не упомянул. Еще одно важное различие физически реализуемых базисов из физически реализуемых состояний, то есть базисов дискретных, базисов непрерывных, состоит в том, что квадрат модуля коэффициента разложения в любом дискретном базисе, это, собственно, вероятность. А в непрерывном базисе, как мы должны были заметить, это плотность вероятности. То есть вероятность при этом оказывается интегралом от квадрата модуля коэффициента разложения в тех пределах, в которых мы хотим обнаружить нашу частицу, в тех пределах значений, наблюдаемых с непрерывным спектром, которые мы хотим обнаружить. Потому что вероятность точно попасть в изолированное значение в непрерывном спектре, она, конечно же, бесконечно мала. И там конечные вероятности относятся все равно к конечным интервалам значений измеряемой и наблюдаемой. И то, что в дискретном спектре, в физическом спектре является вероятностью, в непрерывном оказывается плотностью вероятности. Это еще одно важное отличие. Но при этом, при всем, мы понимаем, и в тех, и других базисах, и в дискретных, и непрерывных, можно и нужно работать, выбирая тот базис, где вам просто удобней. Это, наверное, финальное замечание в сегодняшней лекции. Мы четко должны понимать, что вопрос, какое представление выбрать при исследовании данной конкретной физической системы, это исключительно вопрос удобства исследования. Все представления на самом деле между собой унитарно-эквивалентны. Мы действительно понимаем, что в нашем гильбертовом пространстве любые два базиса преобразования от одного базиса к другому это исключительно унитарное представление. И унитарное, прошу прощения, преобразование. И, соответственно, два любых представления, они унитарно-эквивалентны. То есть все вычисления, которые вы произвели в координатном представлении, вы можете перевести на язык импульсного представления без особых проблем. Но вот решать задачу происходно, наверное, удобнее в каком-то конкретном представлении. И именно из-за этого при решении конкретной задачи вы выбираете то или иное представление. Другого мотива у нас никогда не будет для выбора представления, кроме мотива удобства. Ну, а на этом тогда у нас на сегодня все и наша лекция закончена. Продолжение следует...